Ну, расстроено, конечно, что мы проиграли. Первый тайм. В первом тайме, считаю, игра была равная, может быть, мы где-то больше бичом владели, но опасности не было. Уже какие-то удары из-за штрафной. Ну, такая игра была, ну, скажем, равная по моментам. Ну, и второй тайм. Начали мы неудачно, с ошибки вратаря, получили гол и, конечно, потом сразу почти второй. Ну, и, конечно, факел по-другому заиграл, появились зоны, нам нужно было атаковать, и на контратаках потом мог забить и третий, и четвертый мяч. Ну, при счете 2-0, за 15 минут до конца в голову был момент, конечно, там забей. Была бы надежда у нас, может быть, сравнять с счетом, но этого не случилось. Проиграли. Считаю, если брать все 90 минут, пойдем все. Пожалуйста, вопросы. Что конкретно сломалось в игре после первого пропущенного мяча, как-то так показалось, что команда даже ваша не знала, что дальше? Нет, ну, она знает, что делать, но психологически уже и факел по-другому начал играть. То есть ты, когда забиваешь и выигрываешь, и понятно, что у тебя силы появляются дополнительные. Тем более появляются зоны, за спиной открывались хорошо нападающие, и, конечно, нам надо было бегать назад по 40-50 метров, и силы уходили. Поэтому нам становилось тяжелее и тяжелее. Почему Портнягин от экрана поднял? Ну, потому что у нас Болов есть, который имел момент. Портнягин еще не готов, он еще не в форме, он сейчас выдерживает 60 минут, на наш взгляд. Сейчас через игры, надеюсь, что он наберет. Ну, а что насчет Кориана, скажете, вот бегал, пытался весь матч обострял, но как-то не хватало чего-то. Ну, когда Кориан играет на своей позиции, это крайне нападающего, там, да, то есть он игрок, он все-таки нападающий больше, чем полузащитник. Вот, поэтому он, конечно, выше должен получать мячи, потому что есть дриблинг хороший, он может обострить. Когда мы его поставили, как десятку, скажем, в середину, перевели под нападающим, то у нас многое сломалось, потому что он низко опускался, в пас не играл, тратил много сил, потерял достаточно мяча. Играл, просто играл неправильно, но на самом деле мы оставляли там Кориана, в надежде на то, что он будет играть повыше и где-то сможет обострить игру, но сегодня это не произошло. Спасибо. Пожалуйста, еще вопрос. Игорь Михайлович, раньше основным вратарем Хим как был Исупов, а теперь Кадринов, сегодня он вышел и очень неуверенно сыграл, не только ошибка сбора, но и вообще первый пас, в первом тайме на выходе из ворот, как оцените? Ну, сегодня он ошибся в первом голе, и, ну, сегодня он, неважно, скажем так, сыграл, но у нас два вратаря одинакового уровня, скажем, хорошего. Преимущество, конечно, было у Славы в начале, когда мы начали сборы, но сборы прошли таким образом, что где-то Слава там чуть неуверенно сыграл немножко, вот, и мы сделали, перед первой игрой сделали такой выбор. В принципе, Кавлинов стоял достаточно стабильно, но где-то он ошибся в первом голе в прошлой игре, и в первом голе сегодня он ошибся. Вот, на кубок у нас играть через три дня будет стоять Исупов. Пожалуйста, еще. Игорь, ну, немножко отвлечься от игры, лучшие годы карьеры как игрока прошли в Италии, и итальянский футбол, знаете, в Италии маленькие городки играют в серия, достаточно достойно. Может система организации футбола итальянского быть на нашей, к нашему футболу применима, чтобы позволить маленьким городкам достойно существовать? Ну, маленькие городки у нас тоже, и Химки небольшой городок, но он в свое время играл в премьер-лиге. Я думаю, что все возможно, и у нас есть своя премьер-лига, и ФНЛ, и я думаю, что мы нам уже достаточно опытные руководители, и команда, и нам не надо смотреть никуда. Да, мы сами, я думаю, мы разберемся в достаточно хорошем уровне. Спасибо. Ну, однозначно тяжелый матч, вот, особенно первый тайм, считай, нам вообще практически не удался, не получалось у нас, в общем-то, в атаке, да и в обороне мы очень много позволяли соперникам, а вот, и, ну, наверное, где-то в каких-то эпизодах даже нам и повезло, что соперник не забил нам за этот отрезок времени, вот, что касается второго тайма, ну, здесь уже понятно, что мы где-то немножко, как бы, перестроились, вот, да и вот этот, будет так говорить, первый забитый мяч, который мы забили в начале второго тайма, наверное, придал нам определенной уверенности, вот, ну, и, в общем-то, ну, и играть, стали правильно, и, в общем-то, быстро переходили из обороны в атаку, вот, и практически, ну, я считаю, что во втором тайме и второй мяч забили, и могли, в общем-то, вон-то передовести игру и до крупного счета по игре. Вот, наверное, такой комментарий. Пожалуйста, вопрос. Терезично, на прошлой пресс-конференции, так скажем, накаркали, вот, задавались вопросом, что же будет, если не будет репетиантом на поле, как вам игра, без него сегодня в целом? Ну, я еще раз повторяю, первый тайм однозначно, будем так говорить, нам не удался, а во втором тайме, еще раз я говорю, в общем-то, в таких играх всегда решает, ну, наверное, все-таки много решает забитый мяч или, будем так говорить, ошибка соперника. Кто ошибается, тот и пропускает, в общем-то, ну, соперник где-то ошибся в том игровом эпизоде, в общем-то, мы забили, ну, и в этом плане, еще раз я говорю, немного стало полегче и, в общем-то, придало команде уверенность, вот, и, ну, надо отдать должное и ребятам, в общем-то, и, еще раз я говорю, они сыграли, ну, так как, как надо было сыграть, в отсутствии, будем так говорить, своего лидера. А вот причины игры в первом тайме? Ну, сложно сказать, в общем-то, мы двигались не очень хорошо, и много было необоснованных потерь, ну, и надо отдать должное сопернику, в общем-то, мы предоставили, ну, сами, в общем-то, наверное, в большей степени предоставили сопернику свободы, чем он и воспользовался, они очень неплохо, будем так говорить, контролировали мяч, имели неплохие подходы, вот, и даже вот в одном из эпизодов, когда Дима нас выручил после удара, там, будем так говорить, дальнюю девятку, вот, это тоже ключевой такой момент, в общем-то, который, ну, я считаю, что, ну, повлиял на игру, на дальнейший, будем так говорить, исход игры. Продолжение темы ПО Ребеденко, что известно по его срокам восстановления и восстановления Афанасьева. Ну, пока сложно сказать, у Афанасьева вроде бы, как такая мышечная травма, вот, пока он так, будем так говорить, у нас, работает по индивидуальной программе, а у Игоря, в общем-то, пока, он так говорить, он, ну, у нас не в общей группе не работает, ну, и не по индивидуальной программе даже, в общем-то, будем так говорить. Впереди кубковые матчи, четыре сезона подряд в Воронежской области приезжала команда премьер-лиги, два-три раза в Воронеже, один раз в Лиске. Не хотелось бы нарушать традицию, какой у вас настроен на матч в Астраханье? Ну, сейчас, наверное, ну как, ну, по-любому, следующая игра, тем более кубковая игра, в общем-то, но я думаю, что мы со всей серьезностью подойдем к этой игре. Сейчас, на данный момент, надо будет, так говорить, восстановиться, восстановиться после этой игры, вот, сделать определенные, будем так говорить, выводы, ну, и однозначно, я думаю, что приложим, будем так говорить, все усилия, чтобы пройти дальше по кубковой сетке. Болельщики ждут, команду прибегают. Ну, постараемся оправдать надежды болельщиков. Спасибо. Ну, то, что у него, как бы, сейчас, наверное, будем так говорить, отсутствует игровой тонус, потому что он, ну, насколько я, как бы, вот, сегодня с ним поговорил, и, насколько знаю, в общем-то, он ни одной игры даже не провел в составе Тамбова, вот, поэтому, то, что, однозначно, ему не хватает просто игрового тонуса, игрового тонуса. А он, так, ну, насколько я его, как бы, хорошо знаю, еще по Уралану, в плане, там, физического состояния, он всегда был, так говорить, в этом плане, хорошо готов. Пожалуйста, еще вопросы. Сергей Васильевич, в прошлых домашних играх мы много создавали опасности со стандартов, сегодня же менялись Кузьмин, подавал справа на Дима Корчук, царик, бля, все, кто не дает, кто переведет, что скажет. Полностью с вами соглашусь в этом плане, у нас уже вторая игра, в общем-то, если мы, если мы в первых, ну, будем так, играх где-то и дожимали соперника, это особенно, ну, наверное, в игре с Шинником, в общем-то, удавались нам, будем так говорить, стандартные положения, и, вот, то в этих вот двух играх домашних, к сожалению, у нас, ну, не все получалось так, как хотелось бы. Вот, особенно, я имею в виду, в плане качества передачи.